размышления экономистов здравствуйте здравствуйте уважаемые радиослушатели и видеозрители с вами в студии евгений надоршин и павел бессменный диджей павел добрый день да здрасте смотрите у нас сегодня много и разного вот скажем так о чем хотелось бы поговорить поэтому сразу может быть будет сумбурно я анонсирую что называется весь план на час который возможно и не выполню но что делать продолжим дальше во первых у нас есть тема которую я пытаюсь развивать относительно как бы успешно продвигаюсь все последние эфиры это про сбережения значит посмотреть там на доходы да на расходы и вот как бы с целью того чтобы значит поближе примериться к сбережениям решить значит не решить а заявить по сути дела да что это маловато будет вот что я сделал на прошлом эфире что в принципе для цели задачи развития российской экономики этого категорически недостаточно по большому счету забыл сделать но я поправлюсь когда мы дойдем до этой темы в очередной раз по поводу того что значит для нас это персонально потому что это имеет значение не только в масштабах экономики безусловно и вот поговорим на этом эфире по поводу того кто как делает сбережения у нас было несколько опросов на эту на эту тему был по поводу кредитов и сбережений вообще то есть кто делает сбережения кто берет кредиты кто ничего не делает значит был еще один опрос по поводу Сейчас не вспомню Но был на прошлой неделе Еще один опрос по поводу динамики Кажется Нет, извините, не вспомню Но посмотрю, что мы там Опросили И сейчас снова висит еще один опрос По поводу того, какими темпами У кого растут сбережения или кредиты Обратите внимание, в Телеграме Я опять же обещаю озвучить, как и предыдущие результаты В конце По факту вашего участия По факту ваших ответов Даже не я, я думаю, что это сделает Павел Мы разделим наши роли Немного Потому что ему попроще Проследить Затем меняется, что-то не меняется И контролировать этот процесс Чтобы я, например, не сбивался И не напутал, не наделал ошибок Так вот Этот опрос касается того, кто и какими темпами Может наращивать Ну, сколько тех, кто может наращивать сбережения Динамично, кое-как Кто наращивает кредиты Опять же, динамично, кое-как А кто ничего не менял в своем поведении Вот, участвуйте, пожалуйста Будет интересно посмотреть, послушать Я уже говорил в наших эфирах раньше И повторю еще раз Что нам, в общем-то, возможно Нет необходимости опираться Вот в каких-то интересующих нас вопросах На стороннюю социологию У нас есть своя собственная Мы можем позволить себе Просто посмотреть на наши ответы И приблизительно понять А кто мы есть такие в среднем Ну, какое наше в среднем поведение Вот, аудитории серебряного дождя И мне кажется, этим надо пользоваться Потому что сейчас много в публичном пространстве И разного в свое время Вот с Виктором тоже Сделаю референс в сторону сред Мы обсуждали опросы там, например, в ЦИОМа И я выразил сомнение В правильности поставленных вопросов Или правильности обработанных ответов Ну, вот в части предпочтений, например, валюты Чего-то еще По той простой причине Что они просто не бьются С той немного информации Что оперативно можно извлекать Из официальной статистики Ну, и как результат Да, это наводит на размышления Собственно, правильно ли был сделан опрос У нас, к сожалению Часто проблемы социологии возникают Не потому, что кто-то намеренно Даже что-то исказил А, к сожалению, просто потому, что Ну, это хорошо отработанный сейчас В англоязычных западных СМИ Феномен отрабатываемый Избирателей, например Которые уклоняются от того Чтобы высказать свое мнение корректно Вот в связи, например, с победой Трампа Было много таких дискуссий И они довольно хорошо поработали Вот у нас на многих социологических опросах Сейчас отказов просто кратно больше Чем ответов Кратно, то есть до 10 раз, например Количество отказов может превышать Количество тех, кто дал ответ И согласился пройти опрос Частично или до конца Ну, и как результат Несложно догадаться Что те, кто отказались Возможно, предположили Что им по каким-то причинам Неудобно Неудобно Значит Скажем так Отвечать на вопросы этого опроса Ну, они не ожидают Что это неудобно И не исключено Что их мнение Отличалось бы существенно От тех, кто на него ответил И вот это, например Результаты может очень сильно искажать Это то, что лежит на поверхности А есть еще особенности Организации выборки И так далее Там много разных нюансов И как результат Вот не вся социология Так сказать Собранная Основными агентствами Может рассматриваться Как достоверная Поэтому Вот мы заинтересованы Допустим Те, кто слушает эфир Да, то есть И я присутствующий в эфире Да, в сборе Более-менее адекватной информации Вот я пытаюсь вам Формулировать вопросы Более-менее адекватно Я надеюсь Соответственно Вы будете на них отвечать Более-менее взвешенно Исходя из того Что у вас на самом деле происходит А не просто от балды В результате Мы, возможно, сможем получить И, я думаю, получаем Более адекватную картину Нежели чем На многих социологических опросах Вот Длинный О, у нас перерыв на рекламу Извините Вернусь скоро Здравствуйте Снова мы вернулись И вот после Значит Моих Пяти минут В защиту Нашей социологии С вами Которую Я тут организую С вашей помощью Давайте перейдем К дальнейшему анонсу Вот сначала Я хочу затронуть Собственно Того, о чем я хочу поговорить Я хочу затронуть Рубль Я давно Как-то игнорировал Национальную валюту А тут есть что Обсудить Как мне кажется В принципе Потом Хотел поговорить Об инфляции И, в принципе Экономических итогах У нас есть Итоги августа Что Как бы Ну Не лучше и не хуже Если честно Июля в среднем Ну вот, собственно И есть кое-какие намеки На то, что будет в сентябре И я хотел, да Найти намеки Так сказать Изложить По поводу Возможного развития Событий в сентябре Рубль Значит Инфляция Итоги Возможные ставки Коротко И потом Сбережения А также Смотрите, да Параллельно Параллельно Я предлагаю вам Принять участие В очередном Увлекательном Значит Угадайке Надеюсь Увлекательной Угадайке Которую я попытаюсь Сформулировать Следующим образом И это участие Я предлагаю Принять в форме Ответов на сообщения Ватсап Итак В форме Ответов на сообщения Ватсап И соответственно Давайте-ка Пожалуйста Участвуйте В этот раз Даже активнее Чем в прошлый Чтобы было Поинтересней Смотрите Как я попробую Сформулировать вопрос Вот По данным Агентства По страхованию Вкладов На самом деле Не совсем По моим оценкам На базе данных Почему-то Агентство По страхованию Вкладов Перестало Публиковать В нужной степени Детализации Причем Достаточно давно Ну вот В рамках Аналитических Материалов Кое-что От агентства По страхованию Вкладов Мы узнать Про структуру Можем депозитов Итак Смотрите Вот депозиты По сумме Ну то есть Вот Кажется На конец 20-го года Но нам Это не принципиально А нет Не на конец 20-го года Да Не на конец 20-го года Даже на конец Второго полугодия 2022-го Агентство По страхованию Вкладов Значит Фиксировало 32 триллиона 900 миллиардов Депозитов Которые Принадлежат Населению Вот дальше Идет моя оценка Приблизительно Пополам Они делятся По сумме На тех Которые Полностью Застрахованы До 1-го и 4-х Миллионов И те Которые Застрахованы Не полностью То есть Выше 1-го и 4-х Миллионов Это без ИП Вот просто Депозиты Формированы Вот эти То есть Кому принадлежат Вот эти депозиты Которые Больше 1-го и 4-х Миллионов Процент Вкладчиков От общего числа Вкладчиков Вот что Нас интересует Соответственно Вот присылайте Ваши ответы На этот вопрос 8903-797-6333 Это наш Мессенджер Ватсап Присылайте Его Присылайте Ваш ответ И сообщайте Что вы По этому поводу Думаете Будет очень интересно Их услышать И я озвучу Правильный ответ Позже Ну Где-нибудь Может даже В середине То есть Когда мы Дойдем До сбережений Разговора О структуре Депозитов В том числе Вот в представлении АСВ Я озвучу Ответы Будет Да Будет интересно Если Версий будет Довольно много Не ждите Так сказать Что на них Их накидают За вас Я думаю Я думаю Что для большинства Из вас Это Будет сюрприз Итак Да После всех Этих анонсов Да Значит Чат Чат Простите Да Голосование В Телеграм Значит Небольшие Загадки В Ватсап Переходим К разговору Давайте Поговорим Сейчас О рубле То что мы Видим Мы видим Что рубль Стронулся Причем Значит У нас Движения Были Совершенно Неоднозначные Если можно Так сказать То есть Поначалу В конце Сентября У нас Случилось Очень резкое Укрепление Рубля Потом Картина Ну скажем Так Изменилась С точностью Да наоборот То есть Рубль Отыграл Все то что Все на то что Он подорожал И вот сейчас Он начинает Довольно заметно Дешеветь То есть У нас Впервые За достаточно Длительное Время 62 И оно Держится То есть Не просто Там Кто-то Сделал Сделку По 62 Рубля За доллар А в общем У нас Это значение Держится Довольно Устойчиво Уже Какое-то Время Что Можно Считать В общем Определенным Изменением В поведении На рынке Что У нас Происходило Чем Объяснялось Это Чем Можно Попробовать Объяснить Я не могу Наверняка Утверждать Что Я объясню Прямо Все процессы Точно Но догадки У меня Определенные Есть Которыми Собственно Я и планирую Поделиться Первый момент В конце Сентября Был связан С тем Что Ну и Динамичное И странное Скажем так Не то слово Укрепление рубля Он был связан В первую очередь Ну даже на самом деле Там конец сентября Начало ноября Ой начало октября Извините То есть там был рубеж Он был связан В моем понимании С тем Что Очень большое количество Людей На фоне ожидания Дополнительных санкций Попытались Избавиться От валютных активов И Это довольно сильно Ударило По курсу Похоже Тот агент Помните я предполагал В общем Некого стабилизирующего Да Игрока на рынке Не центральный банк Но который возможно Так сказать От имени Или как-то там Близко С задачами ЦБ Работает Так вот Этот игрок похоже Не справился И был продавлен Да рынком Причем в какой-то момент Вот до 53 рублей За доллар По-моему было Около 53 По крайней мере Точно И это Достаточно Это достаточно Важный момент То есть Довольно Дорогой рубль Могло показаться Вот в какой-то момент Что все значит Действительно Да Доллары держать Бессмысленно Но нет Быстрый отскок Восстановление И вот сейчас Да мы уже даже Вот пик Этой сессии Оказывается Был в районе Чуть выше 63 Я посмотрел Просто на результаты торгов Ну смотрю на результаты торгов Пока Что произошло Похоже Оживились Оживился спрос То есть Я говорил это неоднократно Вот сначала У нас были большие продажи Продажи Из-за опасения санкций Когда стало понятно Что санкции Вовсе не такие страшные Вовсе не такие масштабные И никто не собирается Биржу отключать От валютных торгов У нас вернулись покупатели Это видимо Двое разных категорий То есть Те кто продавал валюту Были те кто Видимо Вот выходил из депозитов Сокращал свои позиции С соображения безопасности Возможно Даже вышел В рубли Для Опасаясь санкций Потому что мы видели Очень сильный рост спроса На рубли Не такой сильный Как весной Но вот наличные рубли Пользовались большим спросом Еще буквально Неделю-полторы тому назад Не исключено Что люди продали Закрыли валютные депозиты Продали валюту Там где могли Это надавило на биржу Сократило долю Валютных депозитов Сняли в рублях Убрали в ячейку Или под матрас Вот такая вот у нас была Волна Скажем Довольно ярко выраженная Давившая на валютный рынок И на банки Собственно говоря То есть Привела Видимо К сокращению Банковских активов Депозитов в сумме Я думаю Что пострадали в сентябре В конце сентября И рублевые И валютные Валютные сильнее И выходу в наличную В наличную Рублевую валюту Поскольку иностранной Много найти было нельзя Ну и собственно говоря Виктор вот Так сказать Опровергал мои сомнения Что в банках есть дефицит В обменниках она была Из опасения Причем эта волна Перебила даже Тот спрос Который видимо Формировали те Кто покидал страну Из-за В общем опасений Мобилизации Я не знаю там Опасения чего бы то ни было еще Вот те сотни тысяч Которые покинули Страну за последние Где-то вот Две с половиной Ну почти три уже недели Они не перебили Это спрос продавцов Они не перебили Своим спросом Продавцов валюты И собственно говоря Они рулили Продавцы именно Долларов Иностранной валюты Рулили российским рынком Похоже на протяжении Последних Ну полутора как минимум Недель Все поменялось На прошлой неделе Когда стало понятно Что санкции Не такие жесткие И не такие серьезные Пришли покупатели Скорее всего Кто-то вот Решил по-быстрому Отыграть Заработать Хорошо понимая Да что на Пятидесяти Там трех Пятидесяти пяти Подавляющая часть Даже сырьевых экспортеров Не жизнеспособны И собственно Этот спрос Продвигал рубль Видимо до шестидесяти До около шестидесяти В конце прошлой недели То что мы наблюдаем Сейчас Конечно это уже Скорее новое Да дополнительное явление Не исключено Что у нас есть Всплеск В общем уже Панического спроса Местами Посмотрим Как будет развиваться Ситуация Насколько сильным Будет этот скачок Да то есть Этот масштаб Пока вот вроде Не видно Чтобы это были Какие-то колоссальные Объемы Но понятно Что то что произошло Вот с Керченским мостом Да то есть Вся вот эта Эскалация ситуации Она действительно Здорово напрягает И пугает И к сожалению Это скорее Да то есть Будет означать Меньшую стабильность На валютном рынке Я не могу вам сказать Это уже Так сказать Четкое обозначение Вот того самого Движения Значит вниз рубля У дорожания доллара О котором я говорил Которое было бы естественно Или же это временное явление Посмотрим Как будет развиваться ситуация Очень многое зависит От геополитики Но точно Можно сказать Что на российский рынок Видимо возвращается волатильность Уже никуда от этого Не деться Тот кто вот Смог удерживать Курс Около 60 Причем Ну довольно гладко Надо сказать Вообще по нашим Принципе Историческим меркам Весь август И подавляющую часть Сентября Похоже Больше с этой задачей Справляться не может И видимо Да Мы будем наблюдать Довольно Значительную амплитуду Колебаний Курса национальной валюты И надо об этом Вспоминать И к этому Морально готовиться Сказать что это Принципиально скажется На внутренних ценах Ты нет У меня есть четкое ощущение Что подавляющая часть Цен в рознице В опте Которые здесь Вот мы видим На многие Непродовольственные Импортированные товары Она Ну просто Скажем По курсам Несоизмеримо выше текущих Вот так мы это оформим Там 80 100 рублей за доллар Или евро Это сейчас почти Ну слабо Отличающиеся величины Вот это курсы Которые там заложены Поэтому прям Причин существенно Пересматривать внутренние цены Я об этом говорил неоднократно Исходя из тех колебаний Что мы сейчас видим Нет И вот Рубль дойдет совершенно Ну доллар дойдет Если да Точнее когда До 80 Вот принципиально Картину это не поменяет В моем понимании С внутренними ценами вообще И собственно Плавно переходим на инфляцию А с инфляцией У нас следующая ситуация На прошлой неделе Росстат нам сообщил Что У нас Закончилась дефляция Которой говорили Ну собственно Что я и обещал По итогам сентября Поскольку у нас Похоже Все не так гладко Идет с урожаем А как результат Автоматически У нас Внутренние цены Перестали снижаться Основным драйвером Что я неоднократно Тоже повторял В эфире Было Падение цен На плодовочную продукцию Так вот В основной массе категорий Оно закончилось И по итогам сентября У нас Продовольственные товары Не подешевели вообще Плодовочная продукция Поскольку она дешевела В начале месяца И перестала дешеветь В основном концу По итогам месяца Все-таки подешевела Ну в пределах Четырех процентов Но как бы Это компенсировалось Ростом цен На остальные позиции Непродовольственные товары Уже росли Собственно Продолжали расти И услуги И в целом Индекс потребительских цен Был пусть Небольшим Но положительным То есть 0,05% Это может и немного Но это достаточно четкий В моем понимании Разворот Который хорошо поддержан Данными октября Если мы посмотрим На данные Вот конца С 26 сентября Там по 2 октября То хорошо видно Что темпы роста цен Положительны Причем нет Никаких признаков Существенного снижения Цен на плодовочную продукцию И по большому счету У нас По 3 октября Извините И как результат У нас У нас продолжается Ну то есть у нас Будет продолжаться Рост цен В результате которого Мы получим инфляцию Уже например Там возможно 0,4-0,5 По итогам По итогам октября Что весьма заметно Это еще не прошлый год Даже близко Поэтому в годовом выражении Инфляция будет замедляться Но вот темпы близкие К 0,1 в неделю Мы уже практически имеем И как результат И как результат Да То есть инфляция До конца года Уже не будет низкой По нашим историческим меркам Видимо Собственно Что Что это нам дает Это нам дает Момент Вот мы довольно много Разговаривали уже об этом О привлекательности Ну то есть как бы Это дает нам возможность Сделать вывод О привлекательности депозитов Например Если мы говорим Об инфляции На обозримом горизонте Где-то около 0,5 в месяц То автоматически Иметь Скажем Депозит Со ставкой 6% Годовых В рублях И считать его выгодным Ну это наверное Неправильно То есть Скорее ставки От 8% Хоть сколь-нибудь Можно назвать С текущими Вот уровнями инфляции Привлекательными А вообще Правильнее да Говорить даже О несколько более высоких Учитывая что В общем Российский финансовый сектор Сейчас предполагает Значительные премии За риск Итак Мы пробежались А ну да Еще может быть О ситуации В августе У нас же есть На публикации Росстатом Социально-экономического положения По итогам августа И там картина Надо сказать По сравнению с июлем Практически не поменялась То есть У нас Небольшое улучшение Произошло в июле По сравнению с просадкой Мая Июня например Ну то есть Весенней просадкой И вот эту стабилизацию Ну там апреля Апреля Мая Июня И вот некая стабилизация Которую мы в итоге Наблюдали И что правительство Радостно вот Посчитало окончанием Скажем Рецессии И возобновления Началом восстановления Да То есть российской экономики После спада Вот на самом деле Август не подтвердил Никакого начала восстановления Он скорее подтвердил То что ситуация Где-то стабилизировалась На довольно некомфортных уровнях То есть это темпы падения Розничного потребления Ну в частности Вот например Розничных продаж Непродовольственных товаров Приблизительно двукратные Больше чем 10% И они не восстанавливаются И более того Я обещал какие-то выводы Например на сентябрь Вот я вам хочу сказать Что кое-какие выводы По поводу розничного спроса Например Сделать можно Очень даже уверенно По сентябрю У нас даже есть Первые релизы Как я понял Из салонов Уже новостей Что сильно упал Трафик визитеров Салоны на 20% Упали продажи Это при общем дефиците Машин на внутреннем рынке Дело в том Что среди тех Кто покинул страну На фоне мобилизации Очень большое количество людей Похоже были Из целевой группы Как раз тех Вот кто Формировал Существенную часть Спроса В розничных В рознице Например в частности Мы поговорим Наверное об этом Да нет Может быть прямо и сейчас Давайте поговорим Смотрите Что у нас есть По Росстату Это вот мы уже Плавно переходим К теме Про сбережение Населения Про Скажем Про Неравенство В том числе Сбережение Вот может быть Вот это вот Мы сейчас закроем В несколько большей степени Смотрите У нас есть Данные Росстата К сожалению Не как Вот я в прошлый раз Говорил даже По 10% группам Более подробных Просто нет Это по 20% группам То есть От самых бедных К самым богатым Делением Значит по 20% И вот пятая Это самая богатая группа Она на самом деле Ну располагает Приблизительно 50% всех Доходов Которые получает Население страны То есть на 20% Приходится Ну условно Да то есть В 2,5 раза На каждого Да больше Чем на среднего человека Причем уже Следующая группа То есть это С 60 по 80% С точки зрения Обеспеченности Самых богатых Вторая по богатости Это фактически И есть то самое Среднее То есть вот На 20% человек Приходится 27% доходов По сути дела Все остальные группы То есть оставшиеся 60% населения Они беднее Среднего Так вот Так вот Вот 20% самых богатых Они фактически Отвечают За Так на секундочку Значит Ну получают Почти 48,5 Там по данным 2021 года Процентов Всех доходов И осуществляют На потребление 41,4% Всех расходов То есть картина По расходам Она практически Такая же Как картина По доходам То есть у нас есть Первая группа Которая существенно Больше тратит Чем все остальные Вот эти 20% Пятая Которую Стат зовет ее Пятой Да извините Самая богатая И есть следующая За ней Которая тратит Приблизительно столько Сколько вот Тратил бы условно Средний типичный человек Это четвертая группа Вот конкретно Четвертая группа Получая правда Всего 27% доходов Тратит 22,4% расходов То есть кое-что У них еще на сбережение Ну там Поскольку расходы Больше чем Меньше чем доходы То кое-что на сбережение У этой группы Тоже остается Но вот эти две группы Отвечают за 60 с лишним Почти две трети Всех расходов И Опять же Дальше начинаются Группы Которые уже тратят Существенно ниже среднего То есть у первой группы Самая большая Вторая группа По расходам Лежит на среднем И дальше Уже все Скажем Существенно отстает Так вот К чему я Про уехавших Мобилизацию Эти группы А к тому Что на самом деле Подавляющая часть Уехавших Скорее всего Относится к первой То есть к первым Двадцатипроцентным Самых богатых И возможно Частично Ко второй По степени Обеспеченности Группе Это вот то Что у Ростата Четвертые и пятые И они отвечают За подавляющую часть Расходов И каждый Такой уехавший Человек Это считаете Как полтора Два Два с половиной В среднем Уехавших Просто обычных Среднестатистических Гражданина России Учитывая масштаб Этого отъезда Ничего удивительного Что у нас в ряде сегментов Большие просадки Мы про это Еще раз проговорим Я повторю Вот про салоны А сейчас пока вернемся Я посмотрю Что у нас по вопросам В Ютюбе Хорошо В Ютюбе Я постараюсь Сейчас пробежать Как раз Вопросы Которые То есть вопросы Ну допустим На ход ноги Вот по курсу И договорить Про экономическую ситуацию В августе А потом Когда в радиоэфир Мы перейдем Мы озвучим Ответы И правильный ответ По поводу депозитов И населения Мы Расскажем Про итоги Телеграм-опроса И дальше Уже тоже пойдем Гулять По депозитам И их Ну видимо да То есть по их структуре По обеспеченности И неравенству Так вот Да Не забыть Значит про расходы Я отметил Сейчас 2 секунды Технические пометки Чтобы я себе знал Что я уже успел рассказать Где мы остановились Итак Смотрите Будет ли доллар Расти к новому году Я неоднократно Это повторял И наверное С таким горизонтом Вот как к новому году Там были вопросы Знаете На следующей неделе Там или на этой неделе Вот такое Извините Вот как бы едва ли Вот видите И с августом Не угадал Я уже ожидал Что и в августе На самом деле Будет ярко выраженное Движение Внизу рубля Но мне представляется Что к новому году Это весьма вероятно И доллар Мы получим На уровнях Там 70-80 Мне кажется Довольно легко Я сказал уже Ну я неоднократно повторял Что я не самый большой Пессимист в отношении рубля Просто потому что Не вижу ярко выраженных ресурсов Которыми можно было бы Скажем Обеспечить крепость Национальной валюты Поэтому это лишь вопрос Времени Когда там Рубль будет дешевле Ну и может быть Что правда вызывает У меня большие сомнения Там Ну что называется Якоря Того к какой валюте Мы будем считать Курс А ну кстати Вот тема следующего Любопытного опроса Дайте-ка мы Мы на следующий эфир Забросим Я постараюсь не забыть Вопрос Ага Не буду говорить Не буду говорить Это вот очень интересный момент Сейчас я озвучу Просто Общее соображение На этот счет Что Очень важно Да То есть Как бы Ну вот Когда мы говорим Рубль дорожает Рубль дешевеет Вообще К какой валюте Мы это имеем Ввиду А то Так получается Да Что Вот например Мы в основном Рассуждаем Да О токсичности Ряда валют Например Евро Доллар Фунт Не знаю Там франк Да Вот Ну просто Из каждого утюга Тебе рассказывают О том как они токсичны Но каждый раз Когда Задается вопрос Там будет Рубль дорожать Или дешеветь Почему-то Его Ну на него Начинают отвечать И спрашивающий Не возражает Против этого Да А нередко И сам прямо Задает По отношению К доллару Например То есть Это просто Мягко говоря Странно Если Доллар Является Токсичной Валютой То Наверное Надо мерить Рубль Как маркер К чему-то другому Наверное Тогда То есть Эталоном Сравнение Дороговизны Дешевизны Рубля Должна быть Наверное Какая-то Другая валюта Но нет У нас Это не так И это Такой Довольно Необычный Момент Который И я С цифрами Определенными По сбережениям Например По динамике Там Наличной Иностранной Валюты На прошлом Эфире Рассуждал Да О том Что на самом Деле Для нас Граждан России Доллары Евро По сути дела Как таковыми Токсичными Не стали Молодоступными Стали Токсичными Нет Итак У нас Ответы 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 Пожалуй У нас Закончились Явно Вопросы Я не знаю Павел Если ты Видишь Что-нибудь Там Из ютюба Я просто Закрыл У себя Потому что Там Бежал Архив Чтобы не Сбивало С толку Нет Если Что-нибудь Такое Есть Можешь Спросить А так Мы добиваем Тогда Август Верно Отметил Коллега Значит Сейчас Я не вижу Кто написал Что в октябре Что урожай Хороший Это правда Августовская Статистика В первую очередь Хороша тем Что в ней Хороший Урожай Сельское Хозяйство Отработало Похоже Очень неплохо И несмотря На непростую Неоднозначную На мой взгляд Погоду В августе Урожай был Хорошим Посмотрим Удастся ли Это поддержать Данными Сентября И окончанием Сельхозсезона Практически Это октябрем Размышления Экономистов Что ж И снова Здравствуйте Мы возвращаемся И Значит У нас Два момента Я буквально Добью Пару Пару фраз По поводу Экономических Итогов Августа И мы Озвучим Во-первых А версии Ответов На вопросы Во-вторых Что в телеграмме У нас заполнили Телеграммы Участники И Мы посмотрим Мы посмотрим И порассуждаем Дальше по сбережениям Итак Смотрите Значит В итоге Август Скорее Очень похож на июль Без принципиальных улучшений Без существенных ухудшений Кроме одного сегмента Сельское хозяйство Урожай Удался хорошим Получился хорошим Но Но Есть Но Дело в том Что погода Все-таки на сентябрь Возможно повлияла Гораздо больше А что самое неприятное На сентябрь Наконец Повлияла еще и мобилизация Потому что Это довольно Неприятный момент Но похоже Под мобилизацию Попали ряд Людей Как бы Ну специальности Видимо в том числе У нас мало Очень как бы Публичных данных Для того чтобы Как-то нормально Это обобщить Которые весьма Актуальны для Сельского хозяйства Это механизаторы Это водители Различной Сельхозтехники В частности Комбайнов Тракторов И иных Специальных Скажем Средств Передвижения В сельском хозяйстве Которые очень нужны В пору Посадки И уборки Урожая И какой ущерб Это нанесло Сельскому хозяйству Мы сейчас до конца Не понимаем Но жалоб было Достаточное количество Должен я сказать Обобщить это Чрезвычайно сложно Но вот у меня Не самые радужные Ощущения На вроде бы Весьма хороший урожай Как бы уже В сентябре и октябре Возможно не все Удастся убрать Что очень печально Так Я предлагаю Тогда наверное По ответам Опросам Можем Давай Павел Забрасывай Нет Или я тогда Нет почему Вот есть Класс Да Ну давайте смотреть 2% Откладываю Заметно больше Чем раньше Сбережения Значительно растут Скромно Скромно Но похоже 14% Расходы Стараюсь контролировать Немного удалось Нарастить сбережения 43% Расходы Подросли Доходов Не превышают Но и сберегать Не удается Это самый Распространенный Ответ Да Да Доходов Не хватает На все потребности Приходится занимать Немного больше Чем раньше Это 16% Так Какой смысл Сберегать сейчас Жить как-то нужно Стремительнее Чем когда-либо Наращиваю долги 7% И ничего не поменялось Живу как и раньше Если копил То коплю Занимала И занимаю 18% Вот на данную минуту Такой расклад Надо сказать Любопытно У нас есть Некое В одном из Предыдущих Опросов Ну может быть С августа Где-то вот На рубеже Августа Сентября Который мы запускали У нас Количество Тех кто пользовался Инструментами Сбережения Может быть я Не все аккуратно Формулировал Поменялось То есть Надо сказать Что у нас Количество Занимающих В этом опросе Судя по всему Оказалось Ну в сумме 23% Активно занимающих В то время Как раньше У нас По предыдущему опросу Получалось Где-то 16% Великовато Небось Для наших выборок Я думаю Там опять 3-4 тысячи А вот Количество Сберегающих 16% Ну в принципе Хорошо Нарастили То есть Я специально задал Немножко с другой Формулировкой Надо посмотреть Насколько Можно будет Сопоставить С предыдущим Результатом Но суть в следующем По моим ощущениям Это бьется С общей экономической Ситуацией Виден Хороший Рост спроса На кредиты Он виден В вопросах Росстата В данных ЦБ Он виден В вопросах Не Росстата Не Росстата А в социальных Он виден Собственно говоря По настроениям Потребителей Это правда И вот По количеству Судя по всему Причем Видно очень хорошо Что те Кто активно Агрессивно Занимают Вот 7% Это число Существенно Превышающее Тех Кто активно Агрессивно Сберегает Я уже говорил Что для нас Это Не очень хорошая Ситуация И я обещал Да Вот по поводу Персональных Выводов Которые Я сделал Для экономики В конце прошлого эфира Я не сделал Не сказал По поводу того Что значит Для нас Это персонально Ну вот смотрите Если мы смотрим На число Сберегающих Оставим в стороне Сумму Я даже не рассчитываю Что сумму Можно извлекать С помощью соцопросов Поэтому даже Не пытаюсь вас Мучить Забрасывая Какие-то величины Максимум там Если что Будут относительные Там около зарплаты Около обычного Размера дохода Или расхода Вот что-то вроде такого Так вот Соответственно 16% из нас Наращивают сбережения То есть По сравнению с тем Что было раньше Стали сберегать больше А 23% Наращивают кредиты То есть По сравнению с тем Что было раньше Стали занимать больше И Понятно Не зная сумму Мы не можем делать Утверждений наверняка Но велика вероятность Что потребность В кредитах Сейчас складывается В несколько большем Объеме Ну вот на горизонте Последних месяцев Нежели чем Скажем Она Нежели чем Формируется сбережений Очень похоже На правду Очень похоже Я говорю На динамику Официальной статистики И дальше Логичный Достаточно По-моему Понятный Вывод Смотрите Если мы не формируем Большого объема сбережений Которые поступают Ну в том числе В финансовую систему Мы как раз По первому опросу Посмотрели Что Среди нас Скажем Является наиболее Популярным инструментом Сбережения И тогда С большим отрывом Выиграл депозит Я вот К сожалению Потерял Но я Подготовлюсь И например К следующему эфиру Я даже Кое-какие Пересечения Между этими опросами Я сделаю Чтобы сейчас Не терять время Так вот Наиболее популярным Инструментом сбережения И так было всегда Для нас является Депозит И Это источник Средств Из которых Банки Основной Причем Обращаю ваше внимание Из которых Банки Выдают кредиты Если у банков Недостаточно Прирастают депозиты А как раз На прошлом эфире Мы об этом Рассуждали Что подавляющая часть Прироста депозитов На самом деле Вот по итогам Ну уже восьми месяцев Мы это знаем По семи Это прям четко верно Вот в августе Случилась небольшая перемена Могу и про это Тоже немного сказать Так вот По итогам Семи месяцев Подавляющая часть Депозитов Приросли не в российских Банках вообще То есть Депозиты выросли За семь месяцев В иностранной валюте В банках Нерезидентах Вот этого года За январь и июль А в российских банках Просто произошел Переток С одних типов Депозитов Рублях Который будет Сломлен напрочь С событиями сентября О чем я уже упомянул У нас резкий рост Спроса на наличную Российскую валюту В первую очередь Именно российскую Другой фиг достанешь В долг в больших объемах И я так понимаю Активно не пытались Повторю еще раз Активно не пытались Снимали рубли Видимо из-за опасения Санкций И вот в сентябре Уже возможно В банковской системе Никакого прироста Депозитов не будет Все наши сбережения Какие будут зафиксированы Статистикой Сформированы Они похоже В основном Лягут В наличную валюту Не исключено Что это будет лидер Вот в сентябре По тому Чем мы сформируем Свои сбережения За этот месяц В основном Там 700 с лишним миллиардов Если я правильно помню Было снято Вот буквально Там за неделю С копейками 750 за полторы По-моему Это колоссальная сумма Не такая большая Как в марте Но там Там за триллион Выбегало Но Тем не менее Это очень большая По нашим историческим меркам Сумма Ну так вот Что получается Если мы формируем Мало сбережений Особенно если Не так много их Оказывается на депозитах Пусть и в самом Популярном инструменте То довольно мало Средств у банков Будет для кредитов А значит Что кредиты Не будут дешевыми Или для того Чтобы не задирать Ставки по кредитам Банки будут вынуждены Наказывать По сути дела Сберегающего агента И например Я уже вижу у банков Предложения по депозитам Так на секундочку Вот тех куда деньги Принято скажем Нести потому что считается Что они меньше всего От санкций пострадают Им будет комфортнее всего Так вот я вижу Предложение там 2% в рублях Это не в долларах Ставка Это в рублях 2% годовых Прямо скажем Вообще Недостойное вознаграждение Сберегающему агенту И при таких условиях Стимулы потратить Гораздо выше Нежели чем Сберегать Вот собственно говоря Это важный Вывод То есть А Сейчас вместо того Чтобы создавать ресурс Для собственной безопасности Там персональной Для развития страны О чем я сказал Как бы для инвестиций Мы скорее всего Будем все активнее Пускать это в расходы Как мы уже видели Это происходило В 2021 году С конца 2020 года У нас сейчас Темпы роста сбережений Масштаб Объем Соотношений К доходам нашим Приблизительно Такие же Как в 2020 году На ковидном всплеске И ситуация Развивается Чрезвычайно Похожим образом То есть У нас есть Вот мощный всплеск Ну тогда он был Да приблизительно В то же самое время Там два месяца Буквально разница Полтора-два Он был чуть попозже Сейчас он был Чуть пораньше И все И идет вот эта просадка Довольно существенная То есть В августе Сбережения формировались Судя по всему В меньшем объеме Чем в сентябре Ой чем в сентябре Чем в июле В июле в меньшем объеме Чем в июне В июне в меньшем объеме Чем в мае Вот очень похожая На 20-й год тенденция С совершенно понятным трендом И это пришло В прошлом году Вот в 21-м году К тому Что сбережения совокупные 21-го года Были в два раза ниже Чем сбережения 20-го А даже Совокупные сбережения 20-го Я об этом уже говорил На прошлом эфире Большими назвать было нельзя Они были лишь чуть выше Чем сбережения в США Например В период перед Великой рецессией Когда их Как бы в том числе В российской прессе Активно кредитовали Кредитовали Критиковали За так сказать Неспособность сберегать За общество потребления И вот этого всего Было негативного нарратива Прям куча Вот собственно говоря Это наши Одни из самых больших Сбережений в 20-м году В относительном И абсолютном выражении Вот они превратились В совсем скромные Значения в 21-м И вот сейчас Они приблизительно На том же самом уровне И идут тем же путем Как в 20-м году Что к сожалению Позволяет делать Неутешительные выводы Не будет у нас Дешевых кредитов Не будет хороших Видимо ставок По сбережениям Тоже возможно Потому что будут пытаться Отжимать банки Сберегающего агента Деваться им некуда А рыночная власть есть Не будет у нас Динамичного роста Инвестиций Потому что их Просто неоткуда взять Кроме как Из локальных сбережений Ну давайте вернемся Дальше к деталям По сбережениям У нас еще есть Минут три до перерыва И мы успеем Несколько дополнительных деталей А нет Нет Извините Чуть не Не это самое Не могу Неправильно мне Или АСВ оставить Давайте на после перерыва К деталям Вернемся к деталям Извините Вернемся к деталям По сбережениям Если у вас есть желание У кого-то еще погадать На АСВ То присылайте На Ватсап 903-797-6333 Ваши ответы Значит Какая доля Скажем Вкладчиков От общего их процента Обладает Приблизительно Половиной Ну является Собственниками Приблизительно Половиной Всех депозитов В банковской системе Размер Каждого из этих депозитов Да Превышает 1,4 триллиона Миллиона рублей Издержки экономиста Триллион Миллион Шесть нулей Плюс-минус Извините Так Итак Значит А теперь немножко Да Еще по цифрам Вот пятая группа Самая обеспеченная О чем я говорил До перерыва Которая обладает Почти половиной Всех располагаемых ресурсов Зовет это Росстат И правильно зовет Потому что это не только Денежные доходы Но еще и неденежные Она формирует Ответственно за формирование Почти Двух третей Ну 63,7 По 21 году Всех сбережений В стране Представляете То есть Опять же Продолжая Да то есть 20 процентов Самых обеспеченных Отвечают Приблизительно Ну там За 40 с лишним Процентов Потребления И формируют Почти две трети Всех сбережений Ну 63,7 Процента И они же Скорее всего Стояли в очередях В верхнем Ларсе На границе С Казахстаном Улетали самолетами Да на границе С Финляндией То есть Неудивительно Неудивительно Если Например Сбережения Вот после того Что произошло У нас в последние недели Пострадают Даже гораздо больше Чем потребление Но пострадает И потребление Помните Я обратил внимание Ваше На просадки Трафика В автосалонах О чем были новости Так вот Опять же На прошлой неделе Помните Мы гадали У нас был Была викторина Угадай Значит Сколько Наиболее обеспеченные 10 процентов Какая там Самая большая Статья расходов У наиболее Обеспеченных 10 процентов Вот Которые еще К тому же Радикально Прям Больше всего Превосходит Или одна Из самых Превосходящих Вот наименее Обеспеченные 10 процентов И 26 процентов Дохода Помните Я вам озвучил Тратится на Транспортные средства Из которых 21 или 22 Как раз Вот на покупку Транспортных средств Извините Да 26 на транспорт Из которых 21-22 На покупку Транспортных средств Это самая Крупная Статья расходов Наиболее Обеспеченных 10 процентов Населения Очевидно Что для Наиболее Обеспеченных 20 Это тоже верно Просто значение Пониже Там следующая Группа Шла с хорошим Отставанием Я думаю В сумме Это где-то 20 И как результат Ничего удивительного Что автосалоны Тут же Почувствовали Отсутствие Своей целевой Аудитории В стране Но они Не единственные Можно не сомневаться Что на ряде Рынков Например На недвижимости Это тоже Будет ощущаться И скорее всего Уже ощущается Просто может быть Не во всех Сегментах И то же самое Будет во многих Товарах Например Бытовой техники Электроники Ряде других Позиций То есть Отъезд этих людей Почти наверное Обещает нам Гораздо Худшие цифры Даже возможно По итогам сентября Не говоря уже О сентябре Об октябре Даже в розничной Торговле Мы это увидим В масштабах страны Можете не сомневаться Вот так сказать Примите Примите да Как Вполне Обоснованный Прогноз Пожалуй Мы должны Выходить В перерыв И мы уже Дальше вернемся Как раз Со второй викториной И деталями По депозитам Так Ну у нас да У нас стабильный Есть вопрос Вы сейчас в эфире Да А давайте не вопрос Вот у меня Егор Москва Спрашивает Какой смысл Приобретать доллары А не Там Ну Ну я не знаю Что он вместо этого Хочет приобретать Я объяснял это не раз Я повторю еще раз Он чисто спекулятивный Смотрите Если у вас есть возможность Купить доллар Ну вот например Купили бы вы его 3 октября Я сейчас не помню Вот когда было 53 Извините Но это можно проверить 30 сентября Простите Да 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 Побежал Да 30 сентября Судя по всему Вот было 53 рубля за доллар Ну вот А сегодня могли бы продать Ну вот на пике По 63 10 рублей с доллар Разве мелочь Спекулятивно Боюсь Он по прежнему Очень даже привлекательный Это важный момент Если неудобен доллар Есть фьючерс Тут кстати есть Любопытный нюанс Сложное может быть Размышление Для человека Не тренировавшегося себя Ну в общем Короче С фьючерсом Есть любопытный момент Если успею Да Сейчас Озвучим Дело в том Что его Он торгуется Скажем так С определенным Даже не знаю Как правильно сказать В общем он привязан К курсу рубль-доллар И просто так Сам по себе Гулять не может И в последние Вот недели полторы Он что-то регулярно От него отвязывается Похоже Очень многие Выбирают Вот не валюту Для покупок И продаж Да То есть Ну вполне Со спекулятивными целями Возможно А может быть и нет Выбирают фьючерс Ну потому что кажется Что он более защищен От возможных санкций Как результат Получается Забавная картина На этом рынке Похоже Те игроки Которые раньше Обеспечивали объем Они видимо ушли На фоне санкций И они не справляются Со спросом физиков Ну то есть мы все Встаем в одну сторону Например в один момент Покупаем доллары То есть на фьючерсах В другой же момент Продаем И рынок продавливается Причем фьючерсов Продавливается очень сильно И Прям вот Реально Проверял неоднократно Уже за последние Вот полторы недели Появляется возможность Для вообще Практически безрисковой Спекуляции Ну если не рассматривать Санкции Да как вот там Типа моментально Введенные неожиданно Вот в течении дня Можно например взять Продать доллар Купить фьючерс Ну обычно так Да Вот И это в итоге Может дать Рубль с доллара Доход Вот банально На ровном месте В течении дня То есть за несколько Считанных часов Вот любители там Высоких рисков Криптовалют Обратите внимание У вас под носом Вот просто Безрисковая история Вот на фоне Криптовалют Так прям просто Да безрисковая Ну потому что Я исключаю там Вариант знаете Появление санкций Объявленных С утра По нашему Нашим утром Да до нашего Там условно Обеда или вечера Вот в большинстве Своем Искажения на рынке Характерно Проявляются В первой половине дня Возникает Да А потом Выравнивается Там в течении Нескольких часов Ну До даже Закрытия официальной Торговой сессии В 7 вечера И это Возможность Вот хотите Заработать Пожалуйста Если Я извините Не могу вам Коротко Вот так просто Наверное Объяснить Я специально На этот счет Не тренировался Уж точно Как связаны Ценообразование Фьючерса И курса Рубль-доллар Но они связаны Достаточно жестко В идеале И пока По крайней мере Эта связь Сохраняется То есть Они То есть Несмотря на разрывы Она восстанавливается Я уже наблюдал Это в 2014 году Вот эти же разрывы И Так же Это было В 2008 2009 Вот К сожалению Просто Глубина И мощь То есть Как бы Нашего финансового рынка Не та Размышления Экономистов Итак Итак В YouTube эфире Я ответил на вопрос Егора из Москвы По поводу доллара Более того Поделился Спекулятивной идеей Боюсь Не самый простой Для изложения Ну почему нет Кто поймет В изложении Но вполне понятные В реализации Это вот Регулярный провал Похоже рынка фьючерсов И расхождение Курса фьючерса Например На доллар И курса рубль-доллар Который Ну в общем Закрывается в течение суток Где-то максимум Ну может чуть больше бывает Ну в основном закрывается Это любопытный момент Это Я уже наблюдал это В 2014 году На российском рынке В 2008-200 Ну к сожалению Неглубокий Не очень эффективный Финансовый рынок Порождает Да возможности Для практически Безрискового заработка На ровном месте Если Ну ты обращаешь Внимание на нюансы Итак Давайте Мы перейдем К тому Что тема Что является темой Нашего Эфира До которой мы дошли И кажется Неплохо продвинулись Это сбережение И у нас был Маленький опрос Касательно Значит Того Какая Доля Вкладчиков Владеет Почти Половиной Всех Вкладов В банковской Системе Размер Каждого Из которых Превышает 1,4 миллиона Рублей То есть Тех Которые Не полностью Застрахованы И у нас Я вижу Несколько Ответов Вот Ну Я вам скажу Так Все они Мимо Мимо оценки Если Да Вот Ирина Спрашивает Да хорошо Давайте Ответим Если По моему Мнению Многие Из владеющих 50% Всех Накоплений Уехали А что Они накопления Оставили здесь Ну Во-первых Торопились А во-вторых Возможно И не оставили Вот На прошлом Эфире Я говорил Что Существенная Часть накоплений Сформированных На банковских Депозитах И в наличной Валюте В нашей стране За первые 7 месяцев Она была Сформирована В банках Нерезидентах То есть И в иностранной Валюте И то же самое В наличной Иностранной валюте А вовсе Не в наличных Рублях Так вот Возможно Не оставили Возможно Увезли Возможно Перевели Заблаговременно А может быть Оставили Просто потому Что торопились И сделают Это например После В общем Это по прежнему Все еще удаленно Решаемая задача И возможно Это одна из причин Удешевления рубля Сейчас Потому что Да возможно Они сейчас Обустраиваются И конвертируют Свои сбережения Из тех Что в российских банках В тех Что не российских Надо счет Открыть В общем Ну короче Нужна инфраструктура В нынешних условиях Это сделать сложнее Так вот Давайте Вернемся К нашим баранам К депозитам Значит У нас Все ответы Не буду их перечислять Колеблется От 10 До 25 То есть Уважаемые радиослушатели Те из вас Кому хватило Смелости Предположить А надо сказать Что по прежнему Смелости хватило Немногим Они предположили Что вот Минимум Это 10 Процентов Значит Людей Вкладчиков Да Владеют Приблизительно 50 процентами Всех депозитов Значит Максимум Это 25 Процентов А что Если я вам скажу Что это По данным АСВ 1,7 Процента 1,7 Процента Населения Страны Владеет Приблизительно 50 процентами Депозитов В нашей Банковской Системе Вдумайтесь Это важный момент Который касается В том числе И сбережений И да И очень хорошо Дополняет вопрос Ирины По поводу Накоплений И прочего То есть Надо сказать Что 1,7 Процента Это население Страны Ну Чтобы мы перевели Это в цифры Мы говорим Где-то О величине Ну 2,5 Миллиона Человек Собственно Подавляющая Часть Ликвидных Накоплений Ну Сформирована Вот Приблизительно Таким количеством Людей Кстати Касательно Давайте Вдогонку Вдогонку Я вам расскажу Кое-что О наших Накоплениях Вообще Мы много Говорили О Вы знаете Вот Ну Сбережения И Кредиты Это то Что относится К текущей Ситуации А вот Что у нас Вообще Накоплено То что По-английски Зовется Welfare По-русски Благосостояние Вот что Там у нас В багаже Представляете Вот ЦБ В финансовом Секторе Видит Всего С округлением На 1 января 2022 года 118 триллионов Рублей Сбережений Из которых 57 триллионов Это как раз Валюты и депозиты Наличные Иностранные Или российские Обратите внимание И остальные Еще Ну и там Вторая крупнейшая Категория Это 42 С половиной Триллиона Это акции И прочие формы Участия в капитале Ну это то что мы держим На публичном рынке И обратите внимание Тот кто собственник Различных активов Надо сказать Накопление Я вам скажу Несмотря на то что Сумма звучит Наверное колоссально 118 триллионов Не очень впечатляющее Потому что у нас ВВП в этом году 130 будет Теперь дальше Есть еще одна Не финансовая Составляющая накоплений Совсем впритык Поэтому сейчас буду отрезаться Но циферку хочу озвучить Чтобы по крайней мере В общем закрыть тему Это жилые здания Ну различная недвижимость То есть Жилые здания Сооружения Основные средства Тут еще есть машины Оборудование Ну например В сельском хозяйстве Так вот Это 161 С округлением Триллионов Ну правда По 20-му году По 21-му Это немножко больше Ничего колоссального Я должен сказать Здесь тоже И на этой ноте Давайте Тогда сегодня Отрезаться Спасибо вам большое До встречи в следующей Очевидно Не самый простой Тоже В понедельник Субтитры сделал DimaTorzok